Дресс-код Одно из условий стрельбы из национального лука, это наличие национальной одежды. Это не на им придумано, это во всем мире так развивается, и в Европе, и в Азии, и в других странах. И поэтому это дело тоже привлекает наличие национального костюма. Пострелять из традиционного башкирского лука приходят как новички, так и профессионалы. Ильдар Абизгельдин участвует в таких соревнованиях уже 7 лет. Говорит, главное здесь эмоции, победа уходит на второй план. А опытные участники в любую минуту готовы подстраховать начинающих и рассказать обо всех нюансах. Масса положительных эмоций, и знакомые лица постоянно встречаются, и общение, и соревнования в мастерстве. Чтобы попытать удачу и попасть в яблочко, культурно-познавательный фестиваль «Зилимфест» «Игры народов России» посетили более 750 человек с разных уголков страны. Здесь и ярмарка ремесленников, и национальная кухня, даже представили новинку «Бишбармак» в формате стритфуд. В общем, все, чтобы познакомиться с традиционной культурой Башкирии. Для детей мастер-классы и конкурсы, для взрослых – нешуточные поединки. Самые отчаянные приняли участие в силовом башкирском многоборье, соревнуются в силе, ловкости, меткости и скорости. Такие состязания проводили в древние времена. Теперь возродили с помощью историков, этнографов и краеведов. Только что провели поединок, состязания по такой дисциплине, как тартет. Тень и толкай – это традиционная забава. Сейчас мы проводим соревнования по данному виду спорта. На фестивале всех присутствующих объединяет не только интерес к традиционной культуре Башкирии, но и командный дух. В многоборе здесь соревнуются не в личном, а в командном зачете. По словам организаторов, впервые в нашей стране подобный опыт использовали именно на Зеленфесте. А сейчас мы с командой участвуем в башкирском многоборье Байге и надеемся победить, конечно. Надеемся победить. Уже третий год выступает наша команда. Так что желаем всем приятной зимы, приятного отдыха всем. Отдых уж точно приятный. Даже несмотря на легкий мороз, замерзнуть не давали любительские национальные танцы под башкирскую музыку. В пляс пустились почти все. Здесь были и русские забавы от бирских стрельцов. И фейерверк для зрителей запустили тоже традиционный, а если быть точнее – оружейный салют. После такой насыщенной программы желание вернуться сюда, чтобы вновь почувствовать народное единство, появилось у многих. Летом организаторы обещают снова собрать на фестивале всех желающих из разных уголков страны.